Друзья, всем привет! Сегодня 27 октября. Данный расклад чуть позднее размещу на своем канале. Пока вполне достаточно раскладов. По старой доброй традиции сразу перехожу к делу. К вопросу и раскладу и трактовке. Какие важные события произойдут на Украине в период с 1 декабря 2023 по 29 февраля 2024 включительно? Покажите девятью картами, плюс те, которые будут на две колоды. Инструмент, Таро, Колесо года. Мир, Солнце, Туз Пентакли, Семерка мечей, Смерть, Королева чаш. Повешены, Десятка мечей, Королева жезлов. На дне колоды пятерка мечей, восьмерка чаш. Итоговый аркан. Дьявол. Темное, суровое время. Разрушение. Война. Зависимость. Одержимость. Порабощение. Нездоровые мысли и желания. Путь деградации и саморазрушения. На дне колоды пятерка мечей, плюс восьмерка чаш. В вооруженном конфликте смена направления. Нужно идти другим путем. Прощание. Забвение предыдущих планов. Разочарование. Утомительные перемены. Эмоциональное выгорание. Бесчестные подлые поступки, плюс теряя надежду. Расставание с прежним образом жизни. Быть отягощенным с заботами. Досада, недовольство, неудовлетворение, раздражение. Противоречия, разногласия, несогласия, расприя, вражда. Жесткие конфликтные ситуации. Стремление к результату. Победа, поражение. Плюс отпускать, уволить кого-нибудь. Боюсь, нам придется вас отпустить. Добровольный уход. Смотрите, друзья, данный период достаточно конфликтный для Украины. Будут увольнения. Кто-то плюнет на все и захочет уйти от всей этой крысиной возни. Какое-то дело идет на убыль. Наверняка будут искать козлов отпущения. Виновных. Что касается вооруженного конфликта, будут концентрироваться на том, что важно. Приоритеты пересмотрят. Карты на дне колоды, да и итоговый аркан дьявол, ничего хорошего в Украине не сулят. Новые пути какие-то будут искать. Возможно, через подлые, коварные поступки, выпады, уколы, обман, ложь, уловки какие-то. Верхний ряд карт Таро очень хорошим. Мир, Солнце, Туз Пентакли, исполнение желания, плюс материальная помощь, поддержка, ресурсы, финансы, материальная сила. Что-то должно прийти и воплотиться, заявить о себе, плюс земная жизнь, плюс чувствовать себя защищенным в безопасности. По верхним этим картам могут проходить какие-либо объединения, союзы, реализация замыслов, задуманного. В начале данного временного периода для Украины неплохо все должно складываться. Вначале. Какие-то деньги они должны получить, а вот дальше все будет уже не так хорошо. Не так весело. В центре расклада. Старший аркан смерти. Трансформация. Время негативных изменений. То, чего нельзя избежать. Отсечение ненужного, отказ, прощание с чем-либо. Кризисный этап. Вершить чью-либо судьбу. Важное завершение, которое положит началу большим переменам. Невозможно повернуть вспять этот процесс. Тут какая-то хитрость, нечестная игра. Слева от старшего аркана смерть стоит семерка мечей. Запрещенные уклончивые методы работы, предательство, военнохитрость, стратегия. Солнце, смерть, десятка мечей. Земная жизнь, быть в центре внимания. Плюс то, что несет смерть, разрушение, насилие. Плюс неожиданные, крайне неприятные, некие инциденты, события. Происшествие, неприятная неожиданность. Что-то крайне неприятное и болезненное. Случится что-то, что полностью выбит вас из равновесия. Несбывшиеся планы. Катастрофа, боль, слезы. Печальное какое-либо событие. Несбывшиеся планы. Оплакивать свою мечту. Солнце, смерть, десятка мечей. Это сочетание карта Ро, пожалуй, самое скверное. Из всех возможных. Но борьба не завершается. Последняя карта в раскладе Королева Жезлов. Динамизм, активность, инициатива, противодействие. Ситуация, процесс, набирающий силу. Состояние чего-либо, находящегося в движении, развитии и перспективе его изменения. Туз Пентакли, Королева Кубков, Королева Жезлов, материальная сила, помощь, поддержка, ресурсы, плюс договоренность, плюс подумать, спланировать, составить план. Постоянно горит какой-либо идеей, активность и напористость. Выкладывается по максимуму в любой ситуации. Мир, смерть Королева Жезлов. Восстановить целостность чего-либо раздробленного, плюс кризисный этап, плюс верить в свои способности. Ситуация, процесс, набирающий силу. Динамизм, активность, инициатива, противодействие. Королева Жезлов, друзья, нам абсолютно все портит. Всю картину портит. Последняя карта в раскладе. Сдаваться они точно не будут в этот период. Воительница за идею, способна увлечь за собой людей. Любые обходные пути ее раздражают. Героизм и жертвенность. Они будут продолжать биться, сражаться. Повешенный десятка мечей Королева Жезлов. Испытания. Добровольные жертвы. Плюс оплакивать погибших. Боль, слезы, горе. Страдание, отчаяние. Пожертвовать. Жертвующий. Яма безысходности. Полное эмоциональное выгорание. Отсутствие надежды. Неожиданные неприятные события, происшествия. Плюс уметь выжидать, приспосабливаться. Спокойно демонстрирует уверенность в себе. Желание быть в центре внимания. Постоянно в движении. Несмотря ни на что. Королева Жезлов, она неугомонная. Она постоянно в движении. Постоянно в каком-либо процессе. Постоянно что-то делает. Деловая, предприимчивая. Воительница за идею. А она не станет сдаваться. Исключено полностью. Будет манипулировать и направлять других. Эдакий серый кардинал в юбке. Чтобы ее победить, ее нужно физически уничтожить. Других способов нет. Сделать это крайне сложно. Королева Жезлов умеет выжидать и действовать. Через других людей. Повелевать. Управлять. Ее можно сравнить с Жанной Дарк. Теперь, друзья, просто озвучу еще ряд событий, которых стоит ожидать Украине в указанный мною временной период времени. Первое. Большие потери их ждут. Очень большие. Рост, увеличение мученических смертей. Потери страшные. Второе. Пожары будут на каких-либо территориях. Обстрелы, скорее всего. Умышленные поджоги, тоже будут диверсии. Третье. Коварные, подлые поступки, нечестная игра, военная хитрость, стратегия плюс жертвы. Это, этого стоит уже нам с вами опасаться. Каких-либо ловушек. Когда в честном бою противник не может одолеть своего неприятеля. Все средства хороши для победы. Цель оправдывает любые средства. Даже самые коварные и подлые. Четвертое. Будут атаковать дамбы, плотины, водохранилища, гидролитростанции, водозаборные сооружения какие-либо и так далее и тому подобное. Могут что-то добровольно подорвать. Добровольная жертва. Наводнения могут быть по королеве кубков. Пятое. Кризисный этап плюс подвешенное состояние. Состояние неопределенности, нет твердой почвы под ногами. Несмотря на финансовую поддержку, помощь. Возможно не в полном объеме будет оказана какая-либо помощь. Финансовая или связана с какими-либо иными ресурсами. Смотрите, друзья. Мир, солнце, туз пентакли. Здесь я на помощи поддержка. Туз пентакли. Смерть повешенной. Материальная сила, помощь, поддержка, завершение подвешенного состояния. Как вариант. Деньги, скорее всего, дадут. При любом раскладе Украина в позиции жертвы. Сами себя загнали на эту виселицу. Добровольная жертва. Кризисный этап плюс позиция жертвы. Неопределенность, приостановка чего-либо. Подвешенное состояние плюс завершение десятка мечей. И дальше активность по королеве жезлов. Активность именно наступательных действий. Потому что расклад замыкает это самое королево жезлов. Динамизм, активность, инициатива. Несмотря на большие потери жертвы. Шестое. Внутри страны конфликтная ситуация. Кого-то попросят на выход. Уволят. Седьмое. Что касается вооруженного конфликта, будут концентрироваться на том, что важно. Приоритеты пересмотрят. Вот это лично меня настораживает. Восьмое. Этот период будет крайне тяжелым для Украины. Земная жизнь плюс яма безысходности. Людям будет крайне тяжело. Вполне возможен энергетический коллапс на Украине. Это зимой. Нет электричества и топлива. Придется жить без электричества и топлива. Яма безысходности. Катастрофа. Повторюсь. Период крайне неприятных неких инцидентов, событий, происшествий. Неприятные неожиданности. Что-то крайне неприятное и болезненное. Случится что-то, что полностью выбьет вас из равновесия. Катастрофы, боль, слезы, горе. Печальные какие-либо события. По солнцу это энергия. Внизу десятка мечей. Не будет ее. Энергетический коллапс. Но белого флага я лично здесь не вижу. Чтоб королева жезлов выбросила белый флаг, для этого она должна лишиться собственной головы. Только так. Иначе ее не остановить. Девятое. Украина в данный период будет в центре мирового внимания. Благодаря каким-то хитростям и уловкам. Достаточно коварным. Мировое сообщество в указанный мной период об Украине точно не забудет. Не стоит на это даже надеяться. Десятое. В указанный период они будут достаточно активно действовать. Такое чувство, что это даже не зима, а весна или лето. Очень активно и решительно будут действовать. Одиннадцатое. В этот период Украине нужно опасаться предательства. Жану Дарк в итоге предали и казнили. Уж больно неугомонная она была. Инициативной, напористой воительница за идею. Своей воинственной энергией и других заражала. И вела в бой за собой. Двенадцатое. Мир, смерть королевы Жезлов. В СУ могут в указанный период зайти на чужую территорию. Уничтожение, ликвидация. Заграница. В Приднестровье, к примеру. Либо на наши, приграничные с Украиной, районы зайдут. Вершить чью-либо судьбу. Переход из одного состояния в другое. Масштабная трансформация идей, проектов, дел, процессов, инициативы. Это сочетание ко второму мне не нравится. Тринадцатое. В этот период Украине скрытно могут передать какое-либо новое вооружение. По договоренности. Чисто интуитивно, друзья, чисто интуитивно, в 2024 Украину сольют. Но это чисто интуитивно. Я об этом ранее уже писал на своей страничке ВКонтакте. Не просто так у меня сегодня пошла такая ассоциация с Жанной Дарк. Она реально была безбашенная. И многим стала создавать большие проблемы. Перешла все границы дозволенного. И ее по этой причине и предали. Возможно, далеко не все со мной согласятся Королева Жезлов и Жанна Дарк. Но у меня почему-то такая пошла ассоциация. В какой-то момент Украина начнет сильно напрягать своих спонсоров, партнеров, союзников. И ее просто сольют. К тому же безбашенные поступки. Украине оказывают серьезную помощь, поддержку, но в ответ требуют решительных и активных действий. Пусть Пентакли, Королева Кубков, Королева Жезлов. Если они, эти самые активные действия, сойдут на нет, результата желаемого не будет. Их сольют. Но только не в этот период. Чуть позднее. Все. На сегодня все. Всем удачи и до новых встреч. Счастливо.